Мы так привыкли, знаете, у нас получалось прославление перед проповедью. И основная часть у нас как бы была вроде бы и первая, но она у меня не была главной. И, ну как бы вот так сейчас у меня на сердце бежит, и я хочу это начать практиковать. Во время прославления Богу, я не хочу, чтобы кто-то занимал много времени, но мы должны, по идее, делиться тем даром служения, которое у нас есть. Пророчество, наставление, какое-то слово. И мы все являемся участниками богослужения. Понимаете? Ни один я готовлюсь к богослужению, ни один я готовлюсь к проповеди. Вы все готовитесь, потому что Бог будет вас использовать. И я сегодня молился, я верю, что я получил богослово, что эффект роста будет совсем другой. Будет эффект роста, что вы будете расти все. Потому что у нас в воскресное служение будут участники все богослужения. Да, я здесь буду смотреть. Есть, конечно, когда заходят люди со стороны, из других церквей, и они тоже хотят поучаствовать. Они не будут участвовать. Это однозначно. Люди из других церквей вообще не будут участвовать и делиться словом. За исключением тех, кого мы будем приглашать. Или ясно приглашать. Понимаете? Потому что такой человек может наворотить бурелом в церкви. Давайте помолимся. Скажем, Отец Небесный, дай мне Твое Слово. И я сегодня открыт учиться, готов быть облеченным, исправленным, наставленным в праведности. Чтобы быть Твоим Божьим, совершенным человеком, ко всякому доброму делу приготовленным, и жить для того, чтобы достигать людей. Для Твоей славы. Аминь. Хорошо. То, чего я хочу начать. У меня дома висит календарь, где указаны праздники библейские, и праздники, которые возникли уже в течение истории. Скажем так, если проще, то еврейские и христианские. У меня неделю назад было написано Шивот, а сейчас у меня написано Троица-Пятидесятница. Мы понимаем, что Пятидесятница, Троица я еще оставить в стороне вообще, это отдельная история. Это праздник Шивот. Пятидесятница, Шивот это одно и то же. То есть это Пятидесятый день, после того, как евреи вышли из Египта. Когда Бог совершил Пасху и освободил народ Израиля, но прежде всего он искупил первенство для себя. И они шли в течение, скажем так, семи недель, чуть меньше, к горе Синай, где Бог впервые проговорил слышимым голосом для всей нации. Как говорят правильные, Бог одновременно говорил на семидесяти языках. Мне нравятся все эти загадки, которые есть. Как это может быть? Ну вот так Бог делает, как никто не может сделать. Он есть Бог. И что касается апостола, мы видим, что Христос воскресает. Двадцатая глава Иоанна Леотеяна. Он приходит к апостолам. Они находились в хворнице. И мы понимаем, что это было достаточно большое собрание. Хотя речь идет как бы об одиннадцати апостолах, но это было большое собрание. Потому что Библия говорит, что он явился более чем пятистам братьев. Об этом говорится в первом послании Коринфяна. То есть, и это было большое собрание, которым является Христос. Ну, мы знаем эту историю о Фоме. И он дунул, написано, и сказал, примите Духа Святого. В представлении, в моем личном, я не знаю, может меня так научили, и для меня Дух Святого это была некая мистическая личность, который как голубь, который как облако приходит. И кто он такой? Я все время поздал вопрос, но я свой ответ получил. Лично я понимаю, что в день Пятидесятницы, он же Шивот, Дух Святого сходит на сто двадцать человек, которые были послушными, и они начали говорить на английском языках, как дурналым промещевать. То есть, в первый Шивот за 1313 лет, согласно еврейскому календарю, Бог говорил на горе Синой живые слова. А спустя 1313 лет, уже апостолы говорят живые слова. И мы понимаем, что было даровано Тора, или Пятикнижие. То есть, оно было составлено 10 заповедей в Пятикнижие. Он говорит, Пятикнижие Моисея, или Тора, как говорят евреи. И эти десять заповедей были развернуты в пять книг. И позже это было добавлено еще откровение, мы называем его Ветхий Завет, евреи называют Танах. А еще позже, после Воскресения Христа, мы получили 27 посланий или трудов, который мы называем Новый Завет. Вот это вам канонические писания, которые составляют 66 книг. Автор один писали разные люди. И я хочу вам сказать, конечно же, я тоже разделял на Ветхий, на Новый Завет долгое время. Но, знаете, все эти разделения, что касается Слова Божия, они не совсем положительны, как я считаю. Слово Божие, мы имеем целостность и единство, как сам Бог. Итак, я вижу, что Дух Святой, это и живое Слово Божие. Живые слова. Его фотографии, или его отпечаток, был в двух экземплярах, отпечатанных на двух скрижалях, спереди и сзади. Это была фотография Бога. По-другому он не мог себя изобразить, как словами живыми, которые были запечатлены на камне, они стали буквой. То есть все могли знать, вот это фотография Бога, это и Слово Божие. Ну, фотография Бога, вот она тоже, вот столько листочков его фотографии в вашей Библии. И в моей. Но вот что получается. Апостолы прекрасно знали порядок празднований, божьих праздников, которые Бог дал Израилу. Поэтому они понимали, что после Пасхи вторым большим событием должен быть шивот, или Пятидесянницы, как мы говорили. И они к этому дню готовились как? Написано, что они были единодушно вместе на постоянной молитве. Украинский текст говорит на непыней молитве. И именно в этот день, вот смотрите, как Бог делает. Почему не в другой день? Вот он хочет в другой день. А именно в этот день. Потому что он указывает на аналогии, вот эти связи, которые мы должны установить. Он сходит на апостолов, и уже не Бог с неба говорит, а говорят апостолы. Знаете, что апостолы поняли? Они поняли, что это живая Тора, это они. Они живая Тора. Они есть Слово Божье. Вот что они поняли. Теперь, Библия говорит о том, что надо возгревать в себе дарование, которое в нас заложено, это дарование. Давайте посмотрим вот на апостолов. Давайте откроем книгу «Деяние». И вот немножко посмотрим на порядок служения, который был там. Понятно, у нас есть наш порядок служения. То есть, как это все выглядело? У нас выглядит это в нашей форме, которую мы приняли для себя, или которую мы привыкли, не знаю, приняли, не приняли. У нас как все выглядит? Мы собираемся, молитва коротенькая, да, и прославление, потом собираем финансы, потом проповедь пастора, и разошлись все по домам. Давайте посмотрим на апостолов. Почему я хочу, знаете, вот выпустить это? Потому что я не могу быть или прославляющие, и мы не можем быть абсолютным дарованием для тела. Мы есть тело. Оно должно начинать работать. Оно должно включаться в процесс. Потом воскресное собрание это служение всех в определенном порядке. И вот апостолы, вот они собираются, мы видим, что все обращают внимание на Петра, что он скажет, выбирает 12 апостола, сходит Дух Святой, опять же Петр встает, я так понимаю, что они лежали под действием Духа Божьего, написано, Петр встал, и апостолы с ним встали, остальные не встали, и так я понял, что люди говорили, что это собрание пьяниц вообще, это пьяницы тут собрались, что вы не превратили. Однако, смотрите, мы не можем этого пережить со стороны Писания, вот читая, но мы понимаем, что люди попадают в присутствие Божье. Вот все люди, которые собрались, они попали в атмосферу присутствия Божьего, говорения слов пророческих. И Петр говорит пророчество, он дает короткую проповедь, и сразу приходит церковь, 3000 человек, большое собрание сразу. Понятно, что эти 3000, они не могли одновременно участвовать в собрании, не собирались по домам, насколько мы понимаем. Но я понимаю, что у них были большие собрания. И вот Библия говорит нам, Деяние 2 глава, 42 стих, и они постоянно пребывали, это учение апостолов. То есть апостолы им передавали учение Иисуса Христа, но у них был, по нашему пониманию, только Ветхий Завет. И они давали учение Христа на основании Писаний, которые уже существовали. В общении они делились, они общались, они знали друг друга прекрасно, преломляли хлеб и молились. И были общие молитвы. Они привыкли к такому порядку служения. Апостолы подавали пример в чем? Они проповедовали. Понятно, еще сильно было привязано их понимание, богослужение к храму написано. Они собирались в притворе Соломонова. То есть они собирались в храме. Мы знаем, что первое исцеление этого парализованного человека в Красных Ворот происходит через Петра. Но когда мы посмотрим, когда им запрещают проповедовать, смотрите, это уже деяние 4 глава 23 стих. Когда их после первого суда на Симендрионе апостолов отпускают 4 глава 23 стих деяний, написано, вы уже отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Ну, правильное первосвящение. Много первосвященников не было, я не знаю, почему так написано. Может, династия первосвященников просила, там присутствовали родственники и так далее. Ну, первосвященник всегда один. Они же, выслушавши, что единодушно возвысили голос к Богу и сказали. Не написано, что-то кто-то один возвысил и сказал. Они одновременно сказали. То есть, был определенный порядок служения, где они обращались к Богу. И они Богу что они сказали? Господь, нам запрещают проповедовать, но ты дай нам смелость. И мы знаем, что ты совершаешь чудеса и знамения в народе. И вот, написано, что по молитве их поколебалось место, где они были собраны. То есть, что я вижу? Я вижу функционирование тела Христова. Они, написано, были вместе, они возвысили голос, они сказали, одна мысль, они все участники богослужения. Они не являются, ну, вы знаете, вот, к сожалению, современная форма, я не хочу критиковать. Она, конечно, дает безопасность, что какие-то, ну, люди, они могут вмешаться в порядок богослужения, нанести смятение. Потому что я знаю, допустим, да, человек пришел там, рекламировал Библии, Новый Завет, с комментариями у Итнеса Ли, увел две семьи из церкви. Поэтому я не хочу давать микрофон неизвестным людям. Пришел, сиди себе там, тихонечко. Те люди, которые здесь служители, они должны начинать служить, делиться словом, молиться, потому что действует Дух Божий, побуждая тело. Вот что происходит. И я думаю, что именно так они и молились. И по молитве их не поколебалось место, где они были собраны. Написано, исполнились Духа Святого и начали говорить Слово Божие с дерзновением. То есть, богослужение было нацелено на исполнение Духом Святым через служение живых людей. А слово-то в них, они-то являются этим живым словом. Они являются это дарованной Торой. И понятно, что они служили народу. Написано, у них было одно сердце, одна душа, и так далее, и так далее. Теперь смотрите, пятая глава, там об Анании история, двенадцатый стих. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. Все единодушно пребывали в притворе Соломонов. Из посторонних никто не приставал. Итак, руками апостолов совершались великие чудеса в народе. Потом вы знаете, что большое количество людей собираются, прилипляются люди с языческих территорий, и начинают давать предпочтение тем, кто в Иерусалиме, иудеи, а другими пренебрегают. Возникает спор, почему же не кормят, ну, и не дают такого же внимания другим людям, пришельцам, которые пришли в Иерусалим, пристали к церкви. Поднимается у них, ну, разногласие. Апостолы говорят, ничего, мы выберем уже исполненных Духа Святого, да, которые будут следить за порядком раздаяния пищи там и материальных ценностей для людей в церкви. А что они говорят? А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. Апостолы постоянно нуждались в получении откровения. И я понимаю, что они не просто, знаете, вся церковь там где-то бродит, где-то ходит, а они пребывают в молитве, в постах и все. Нет, это собрание, но апостолы получали откровение, каким образом возревать дары в собрании. Как я это вижу? Смотрите, там написано, руками апостолов совершались великие чудеса и знамения. И теперь мы видим, что одного выбирают из диакона, вот это Стефан. И в основном стихе мы читаем, а Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. То есть, здесь апостолы, а здесь уже Стефан. И члены церкви точно так делали, как апостолы. Потому что они на собрании исполнялись с духа, они были участниками богослужения и они подражали и повторяли и действовали таким образом. Эффективна была бы евангелизация, чтобы я ходил на евангелизацию, а моя Нина здесь молилась в комнате. Один. Вот эффективное служение, когда группа представления и я пропоредую, и все. А когда мы все участвуем, когда мы все участники, когда мы делимся словом, когда мы делимся откровением. Еще раз говорю, мы не должны занимать, возможно, так много времени, я сейчас занимаюсь, но мне надо с вами об этом поделиться. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Если мы возьмем первое послание Коринфяна, 14-я, хорошо, 12-я глава. В Библии написано, что дары различны, а дух один и тот же. И в Библии там написано дальше, перечисляется девять даров. Но я как бы знаете, это девять таких блоков, потому что даров больше намного. Это блоки такие, которые Бог дает. И написано, что дары различны, но дух один и тот же. И он 7-й стих говорит, 12-я первая посланника рифном, но каждому дается проявление духа на пользу. Не одному человеку дается проявление духа на пользу для тела, а каждому дается. то есть что я хочу переформатировать? В другой формат. Перейти в другой формат. Коротенькое слово проставление, основное служение Богу. Бог должен получать должную честь через поклонение и проставление тела. Исполняя с духом мы делимся, что у нас есть. Мы будем стараться вот это и конечно же нам надо будет произойти какую-то ломку льда. Где-то вам надо будет сломаться в ваших предубеждениях, в ваших переживаниях, в ваших страхах. Кто я такой? Ты живое слово Божье. Вот кто ты такой. Согласно писание и живое слово Божье. Вот что произошло на 50-х. Они стали живым словом Божьим. Я читал историю храма, Бог больше не присутствовал в храме. Ворота не закрывались на ночь, открывались сами. Минора гасла, не горела. Бог показывал, меня здесь нет, все, закончилось. Я в другом собрании, я в другом формате, я хочу проявлять себя, хочу двигаться через моих сыновей и дочерей. Я прочитаю дальше текст 12-го стиха 1-го коринфянам 12-го глава 12-й стих. Ибо как одно тело, но имеет многие члены, и мы все члены одного тела, хотя их много составляем одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи ельны, рабы и свободны, все напоены одним духом. И там дальше написано, мы не должны пренебрегать друг друга или отвергать друг друга. Скажет ли рука нагеда, ты мне не нужна. То есть в теле важны все члены тела. Читая 14-й стих. То есть Павел говорит о служении, каким образом должно проходить служение. И коринфяны они знали, он просто их направляет. Он вообще говорит, коринфская церковь, когда читаешь о коринфской вещи происходит, когда надо прикрыть апостолу и ставить на место людей, которые реально грешники. Но он говорит, вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Они знали, как это высвобождать. Понятно, что у них были разделения на группы Аполлосовых, Павловых. То есть церковь была незрелой, но они знали, как делиться дарами. И они делились этими дарами. Заметьте, Каринф это территория Греции. Это абсолютно развращенное общество. В Каринфе было два храма. Для гомосексуалистов храма Зевса и для нормальных храмов Венеры или еще как-то он назывался. То есть там была храмовая проституция. Я уже не помню. И там началась церковь. Когда Павел первый раз пришел в этот город, он сказал «Хай вин горит огнем! Хай ду сибар!» Он так и сказал, он посмотрел на это все и сказал «Не, не буду я здесь». А Бог говорит «Нет, ты останешься здесь, у меня в этом городе много людей». Помните, он его остановил, не дал ему уйти. Читаем 1 Коринфянам 14 главу. Вы успеваете за мной с ним? Да. Мысль успеваете ловить? Если церковь сойдет совместе, все станут говорить на незнакомых языках, и пойдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли они, что вы без сной? То есть мы видим, что в церкви было такое движение. Все могли говорить на иных языках. Он говорит «Что же надо делать? Он говорит «Ну когда все пророчествуют?» Как интересно, да? Когда все пророчествуют. А здесь не только высвобождается пророческий дар, потому что слово о Христе есть пророческий. Кто-то делится научением, кто-то делится наставлением, кто-то делится откровением. Это короткие такие были вещи, когда люди служили в церкви, все участники служения. Ведь вам интересно, но это не просто интересно, это очень важно. Приходить на служение вы подготовлены, промолены, вы готовы делиться. Вы не просто прихожанин, занявший свое место в церкви, принявший десятину. Это ведь не так важно для Бога. Да, это для вас важно. Вы возвращаете Богу Божию. Но для Бога важно, чтобы вы росли. Рост. Рост тела. Когда мы приходим в свою церковь, и я служу в этой церкви. Вы замечаете, когда человек начинает служить, он растет. Когда человек не служит, он сидит. У той, как у Нины сидели помидоры, пока тепланы было. Посадили, они сидят, не хотят расти. Ни помидоры не растут, ни перцы, все стоит, и ждет теплана. И таким образом тайный сердце его обнаруживается. Что происходит? Действие Духа Божьего. Человек приходит, смотрите, как-то человек не очень сильно смущает. Новый человек приходит, и тайный сердце его обнаруживается, потому что есть служение тела. И поверьте, я здесь для того, кто такой пастор? Наблюдатель. И наблюдает. Если я вижу, этот человек проблемный, и у него есть откровение, вот сначала проблемный справит. Вот так я буду проблемным людям влиять на церковь. Я ведь знаю людей в церкви. Для этого в принципе и функция пастора. Наблюдать за тем, чтобы здесь действительно мы учились и учились правильно служить. Но для правильного служения сначала надо извините меня правильная жизнь. Нема правильной жизни, поверьте, там будет какой-то дух, но скорее всего не тот, от которого хочется получить назидание. И таким образом тайное сердце обнаружится. Итак, смотрите, 26 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь? У каждого из вас есть псалон, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть толкование. Все это будет назидание. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняет. Послание на языках. Три человека вышло, вышел истолкователь и сказал, Петя говорил вот это, Ольга говорила вот это, Василий говорил вот это. Послание в церковь Духом Божьим. А вы рассуждаете? Если же не будет истолкователь, детское собрание, это яркое собрание, где светятся дары Божьи, где люди проявляют то, что в них заложено, и служить. И вы будете готовиться к этому собранию. Вы будете готовиться. Не надо будет упрашивать у нас в 9 часов пол девятого молитва. Пожалуйста, придите. Тело будет жить, расти и будет эффект другой в росте. Вот что и чего я ожидаю. Поэтому вот такое мое вам слово. Мы начинаем сейчас прославлять Бога. Как у нас получится? Как получится, когда ты что-то первый раз делаешь или начинаешь делать? Как получается? Не всегда получается то, что я там ожидаю. Но я думаю сегодня, когда сегодня я думал об этом всем, что когда я буду гореть в церкви, определенные сердца уже начинают гореть. Уже внутри возгревается что-то. Возгорается что-то. Потому что я вижу, что Дух Божий стоит за этим. мы учились служить в публичном собрании телу друг другу даром который дан нам. Могу услышать ваше одобрение? Хочу чтобы вот знаете как говорят парадигма да то привычно оно было сломано оно было может быть не сломано преломлено посеяно и оно дало другой эффект другой результат потому что толку сидящих людей полный зал сидящих людей три собрания сидящих людей ну что с этого они не функционируют а вот собрание функционирующих людей это немножко другое и здесь есть служители мы здесь можем советоваться можем рассуждать мы уже с вами действительно научены нечего бояться нечего переживать я хочу выпустить это все пусть оно течет пусть оно растет не находится под каким-то под какой-то формой которая угнетает к сожалению может быть хорошая форма может привычная но она угнетает действие дороги аминь и нам будет очень интересно приходите служить делиться вливаться хорошо давайте прославим бога посевим финансы и уже дальше пойдем уже не богу так и у нас сегодня у нас причастие кто у нас за причастие за милосердие говорит только мне не спешите Артем за финансы не спешите ну что вы так вот приветствую драгоценные хочу всех поздравить с праздником пятидесятницы когда Иисус ходил по земле Он говорил своим ученикам пойду к Отцу и упрошу Его пусть даст вам Бога Утешителя Духа Святого благодаря Духу Святого мы сегодня все живы мы живы вот и я хочу поблагодарить Господа сегодня за Люду она попросила сказать о милосердии я просто благодарю Бога за то что Бог выбрал такого сострадательного человека в этом служении милосердного сострадательного потому 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 что она вникает в жизнь других людей она знает кому где как надо помочь кого куда надо послать проведать там или помочь куда то вот и Слово Божье говорит что отпускайте хлеб по водам и по прошествии времени вы опять его найдете и поэтому Люда просила благодарить всю церковь всех кто сеял все кто вы пожнете потому что если Бог говорит что вы отпускаете и вы найдете этот хлеб опять так что пусть Господь благословит каждого каждую семью которая участвует в милосердии аминь аллилуйя было приятное было у нас время когда мы были по домам не было возможности собираться я верю что на это была воля Божья и я верю что в это время когда братья и сестры не могли собираться вместе в первую очередь Бог проверял наши сердца проверял нас насколько мы прилеплены к Нему а не к церкви и к друг другу сто процентов важно быть вместе собираться но это было время испытания время проверки также я верю что в это время Бог особенным образом работал с неверующими людьми это как раз с теми которых спасать надо страхом я верю в это время много людей приняли Иисуса своим Господом и Спасителем находясь дома уединения и Бог верный и в это время хочу засвидетельствовать что несмотря ни на какие карантины кризисы Бог продолжал лично меня благословлять даже больше чем это было в мирное время и была проверка не ходим в церковь может и десятину не надо давать но слава Богу Бог продолжает благословлять даже когда мы не ходим в церковь поэтому я призываю всех сейте ну десятина это одно но больше я хочу сейчас обратить внимание на сеяние на даяние на милосердие если мы сидим и ожидаем что Бог что-то больше почитать в нашей жизни то нам надо сегодня больше посеять аминь аминь спасибо кто сеет чедро то чедро аминь я верю что Господь не ложит на сердце вот это место в Писании где написано если возвращусь и восстановлю скинь Давида упадшую и все что не разрушено воссоздам и устрою ее чтобы заскали Господа проще между которыми возрастится имя мое ведомо Господу от вечности все дела его и я верю что я имею это слово мой Бог обращаясь говорит что вы мои живые камни из вас я устрою скинь из вас я подниму то царство которое поднял свое время Давид я верю я верю что каждый из вас является вот этим адцем Божьим адцем Дома Израиля и когда с тобой будут соприкасаться люди они будут соприкасаться со любом духе но внешне ты будешь скромный но его слово в тебе как огонь поедающий как поток воды живой пусть течет открывайте свои сердца наполняйтесь изливайте вот это драгоценное благоухание Божье Аллилуйя и я верю что на этом месте мы совершаем служение Богу и Его Слову воздая честь молу славу поклонение великому Творцу вы молите Господь чтобы дух твой потем чтобы твое живое слово потекло чтобы пророческие дары потекли дары исцеления потекли восстановление погрузи нас в сверхъестественную среду твоего живого слова твоего духа святого Аллилуйя восстановление дома Давидова восстановление скиньи Давидовой твою славу через нашего Мессию Иисуса Христа Аллилуйя Иисуса напомнить такое местописание я точно знаю, что Бог не приходит на пустое место Бог приходит на жажду, на принятое решение и написано в слове Божьем, что огонь приходит на жертву если жертва на жертву никогда, тогда приходит Бог если есть жертва сегодня в нашей жизни, на эту жертву обязательно придает Бог но если ты просто сидишь тупо и просидуешь свое время просто ничего не ожидая, не предвкушая ты ничего не получишь какой ты пришел, такой ты уйдешь я сегодня откунулся в атмосферу впервые, когда я попал в такое собрание святых, когда я проходил реабилитацию и я попал на центр реабилитации и по одной простой причине была большая проблема с наркоманией, алкоголем, со здоровьем и вот просто мое служение в центре реабилитации началось с того, что каждое служение мы арендовали, церковь арендовала помещение в кинотеатре это были высокие потолки и были флаги не такие маленькие а были удочки шестиметровые телескопические, такие толстые и больше материи было, да вот мое служение началось с того, что я каждый на протяжении 7 с половиной месяцев я славил Господа я махал этим флагом я замечал, когда просто братьям с центром реабилитации передавали флаг каждый пытался дать кому-то другому каждый пытался, только не ему потому что это тяжело 40 или час, минут это махать флагом я все время, помню, брал этот флаг и на протяжении 7 с половиной месяцев я славил Господа я ни разу не присел на свою пятую точку ни разу я все время стоял во время прославления поклонения и Бог меня в это время исцелял я просто верю, что Дус это хочет кому-то сегодня это сказать и понимаете и я прилагал действительно усилия я заложил фундамент на центр реабилитации насколько мне было тяжело у меня были опухшие ноги у меня, наверное, как банки трехлитровые были ноги мне каждый шаг давался трудом но я ни разу не присел мне уже наставники и братья на центре говорили да успокойся, как-то угомонись с такими язвами на ноге я садил картошку на коленях беру ее в жизни в сорок два года я посадил картошку я радовался, когда она произросла когда собирали эти плоды я действительно этому радовался потому что я первый раз в жизни своими руками что-то делал и мне постоянно говорю вот такие ноги кровоточили и наша комната там 6 или 7 человек было как лазарета бинтовое их постоянно и все и через 4 или 5 месяцев было день рождения церкви Победа где были приглашены гости это было множество объединений дочерних церквей где мне дали слово чтобы я свидетельствовал славе Божьей и я действительно вышел уже 4 месяца на сцену и у меня Бог уже исцелил мои ноги и я сегодня мне 52 года 51 я сегодня лучше чувствую чем чувствовал себя 42 года понимаете я сегодня как бы лажу по деревьям и деревья падают от моего веса я не надо в принципе пользоваться понимаете просто я говорю как Бог исцеляет и восстанавливает так что пускай Бог был с их каждым человеком работать над собой трудиться мне на центре братья мы говорили слышь там ей мудрость ездить домой лечиться тебе надо в больницу ты что говорит тебе надо лечиться ты кряхнешь здесь умрешь если бы я тогда уехал домой я точно умер бы понимаете а так как я дошел до конца я сказал Господь я буду идти до конца чтобы мне это не стоило и Бог пришел на мое решение и благословил меня и благословлять по сей день так что пускай Бог всех нас благословит служение закончилось сейчас людей ушло уже собрание ну знаете как уже заканчивается и сошел дух божий и в церкви началось освобождение начался крик писк смех пощип ну половина лежала на полу под действием духа святого что-то начало происходить и я просто понимаю что надо переформатировать служение вот и все мы должны научиться у нас вот это дырдыня сидеть и наблюдать что будет а теперь надо находиться и участвовать и тогда что-то будет тогда что-то будет надо сломать вот это сидение ой давайте их поломать надо все не сломать и исцеляющая хвала поклонение любви исцеляющая хвала поклонение любви это то что сегодня здесь происходит это то о чем свидетельствовал русла это то что происходит и еще когда мы молились за церковь мы делали одно пророческое движение оно было очень важное я так думаю я верю в это И Бог показал одну картинку, я верю, что мне Бог показывает. Я видела, это ракета, церковь наша, это ракета. Ракета стоит на взлете. Сначала она просто стояла. Во время молитвы, когда мы молились, завелись моторы. Ракета стартанула, отвалилась вот эта вот часть, которая отвечает за старт, за взлет. И, да, ступени идти, завелись следующие бегатели, которые заводятся. Затем я сейчас запомнила. Да. И церковь стартанула в небо, в царство небесное. И то основание, оно было нужное, потому что, если бы его не было, не было тех ступеней, то тогда бы не было старта. И Бог сегодня изливает огонь Духа Своего Святого. Он сегодня сюда изливает свою славу. Сегодня здесь вихрь Божий, вихрь, торнадо тут целое. И просто, но это не торнадо, который хочет вас убить, это торнадо Божий. Он говорит, это лифт мой, делай шаг вперед, с огонь ногой. И полетели вместе. Аминь. Так что, восхищение Бога, Господи Христовой. Ну, вот это ж восхищение Бога народа. На молитве я такое, ну, просто скажу, остаток, 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 ну, что остаток, куда-то? Остаток верных, и я верю, что это Бога. Бога благословит, так что будьте до конца. Потому что, когда я молюсь в утренней молитвы за служение, я молюсь здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Не где-то, там, куда-то, чего-то. А служение промаливается здесь и сейчас. Вот я так верю. И я просто аж... Ой, что-то внутри у меня... Что-то, Господь, приготовил для нас, так, что не уходите. Нет. Я согласна с пастором, потому что, наконец, служение всегда, и Бог благоставляет верных. Я так верю. А, он так же сказал, верный остаток. Вот сегодня, кто останется, получит благословение Господа. Я верю. А благословение Господне, оно обогащает и печаль. Так что больше обогащен и радует. Спасибо, Господь. Да, для себя, я спою. Включи, включи. Нет, нет. Включи, да, мать. Включи, да. Я просто хочу поделиться, потому что Господь уже меня, знаете, вот так, вот так толкает. И я говорю, Господь, придут все братья и сестры, и я обязательно скажу это слово. Слово, яке мы всегда его знаем, читаем. Но он настолько ободрив меня. Я все время размышляла, что так случилось, Господи. Ну, таке страхи, я говорю, ну, таке что-то на нас. А потом Господь даёт слово и говорит, пободрись, молись, дорогая. И я начала молиться, вот тут на служении за всю церковь, за всех. Всех загадыванных, братьев и сестры, всех служителей. И Бог наполняет, наполняет. И показывает мне это слово, которое я читала уже, может, тысячу раз, потому что я псалмы тоже читаю и наполняюсь. И это слово, я думаю, я его никому не выучу просто. А Бог да, я научу, я с этим словом просто засынаю. Воно для меня большое, и для вас всех. А сегодня мы спевали, вы про велич Бога, что действительно Бог великый. Бог самоводный, Бог непорочен путь, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на имя. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Он единый. Бог припоясывает нас силой своей, устрояет нам верный путь, делает многие наши, как олени, и на высотах наших поставляет. Такие обитования, просто, понимаете, 17, вы почитаете его, просто Господь действительно расширяет шаг под нами. Все Господь. И кто мы без Господа? Никто. Просто это сила Божия. Мы просто должны это слово переселить внутри, чтобы оно нас наполняло, переполняло, и тогда мы будем делиться и говорить. И вот это, что пастор сказал, действительно, у меня все время на сердце было, что надо, если есть у человека два слова поделиться и сказать, сказать ему, высвободите. Господь каждому из нас даёт. Я не верю, что Бог не даёт Слово Божие. Бог даёт Слово, и мы должны высвобождать это слово. Оно будет нас едать церковь, и мы будем едины, в духе едины. Не разделяйтесь. Что я пришёл, посадив, кто я тут? Я тоже сделаю. Что я скажу? Но Бог любит так вас, просто Господь, и вы сами знаете, что Он отдал Сина Слово. Я не знаю, что я бы смогла отдать Сина Слово. Не знаю, Господь, но Бог отдал за нас, чтобы мы сильно полюбили нас. И говорит, что я все, я поддержу тебе. Он своей мышцей поддерживает нас. Его милость возвеличивает нас. Поэтому слава Господу, слава. Я очень рада вас всех видеть, что вы все пришли, что мы живы и здоровы. И нас не касалось никакий вирусняк. И вообще, во имя Иисуса, это стало все слава Богу. И наши семьи живы здоровы. И все нам будет хорошо. Я хочу тоже продолжить, потому что это слава, которое мы все знаем. Ибо Господь не дал нам духа страха, но дал нам духа любви и духа целомудрия. Поэтому не страшитесь, не ужасайтесь. У кого есть страх, скажите, я высылаю этот страх из моей жизни. Я не буду жить с этим страхом. Скажите, наполни меня, Господь, своим духом любви. Наполни, наполни еще больше моим духом любви и целомудрия. И пусть течет этот дух его. Пусть течет. Аллилуйя, я, вы хотите засидеть и сказать, знаете, когда уходишь с Бога, начинается звучать, мол, Боже, ты такой милый, ты такой милый, ты такой милый становишься. И ты понимаешь, что ты реклама, ты поем карам. А я говорю, Господи, а какая же лодочка здесь в этой карте? Какая лодочка покажи мне? И я вот, видишь, наверное, тут речка текла, и вот этот такой океан, Бог мне показывает. И знаете, что я там, какая лодочка? Какая лодочка? Пробка от шампанского. Бог показал, ты против меня. Ну, все на улице, я не разночу. То есть, Бог говорит, не поднимай носа с вырубой. Ты просто моя дитя, ты просто награда. И я на другом-то, действительно, за это время, за это время покоя, вот эти два месяца. Ну, полезли. Знаете, когда везде говорят, там столько умерло, там столько заболело, ты. И страх пришел в сердце, думаешь, Господи, как дальше жить? Молуйся, уповаешь на Бога. И потом я начала отрекаться от духа страта, от духа смерти войны с креста, я отрекаюсь, и страх пришел. И слава Богу это. И Бог, начиная вынимать из моего вот это, изнутри то сомнение, то есть недоверие, то, что что-то такое не угодно ему. И я говорю, Господи, я соглашаюсь, все, пусть Твое стоит, пусть мое человеческое, но оно все уходит, сгорает война с креста. И Бог начинает, говорит, я Бог в любви, я люблю Тебе, любишь ли Ты меня? И я говорю, Господи, да я люблю, а как ближнего, вот с ближним это, как любить ближнего своего? Особенно написано, возьми Господа, возьми ближнего, как само себе. А я вот самого себе, вот люби. Знаете, я побачила у нас котики живут возле подъезда, я им вынесла есть, два котики поїли, третий прибегает, он не говорит, слушайте, вы котики, вы мои друзья, вы что меня не оставили покушать? Я тоже голодный, я хочу, вы такие сякие? Нет, он мочкий, он смотрит на меня, я думаю, Боже, так мы же тоже должны так поступать, мы же должны не смотрится друг на друга, что ты сделал, что ты сказал. Дивись на Бога, дивись на Бога, как это котик, он смотрит на меня, дай кусочек хлеба, дай мне кусочек покушать, деда Семь, вот это да, это. То есть я поняла, что я должна любить вас, себе, так и к вас, а я себя тоже люблю, так. Ой, сделала это плохо, все, я такая, такая, ой, мне стыдно, ой, мне страшно, Господи. Чего тебе? Ты приди до Бога, скажи, Господь, прости меня, иди вперед. Так же мы любим других, вот ты такая сякая, нет. И я, я говорю, вот, я принимаю себе такого, я есть, и мне стало лишь вас любить. Я вас люблю всех, я вас благословляю, я молюсь за вас. Я, пастыре, я чувствую, я переживаю там, мы с пастырем вместе, и он, мне все больше, больше нравится. Я вижу, он все больше, больше, больше нравится. Мы не соответствуем, я Антоновна. Антоновна, лодка боится шторма, но пробочка, никакой шторм не страшно. Точно, непотопляемая пробочка, я, может, я говорю, непотопляемая пробочка. О пробке и о ките. Когда кит подплыл к пробке, ему она не понравилась, и он всем телом надавил, чтобы она утонула. И все, обрадовался, что пробки нет, плывет, вот раз пробка выплыла. Он говорит, не понял, я ее и так, и сяк, еще глубже. Еще он в самую глубину начал давить своим телом. О, выплыл, нет пробки, ну, на него нервничал он на пробку. И вот дальше плывет, и опять пробка выскакивает. Он так посмотрел, думаю, да ну, я эту пробку и убежала, ну, страшно стало. Вот вы, какая-то пробка. Кто-то хочет вас потопить, а вы все равно всплываете. И он выплывает от вас. Так и есть. Я просто бачила церковь, как вот эти корабли. И на том корабле есть нижняя палуба, его верхняя палуба. И вот церковь наша была на нижней палубе. И вдруг она пришла, все лидеры, всех, кто служит Богу, вершли на вторую палубу. А внизу бьет те люди, которые, ну, просто приходят в церковь, они там бьет на нижней палубе, дивится, что там происходит, а что там происходит. А на верхней палубе пастыр шагает, лидеры молятся, представляют Бога. Ну, и я ж тогда скажу, Господи, покажи мне, какая лодочка. И вот я не подопляю вам пробка. Внутри бурлит. У меня недавно лопнула киста, и началось внутреннее кровотечение, так скажем. У меня уже такой третий раз, три года назад меня прооперировали. И лежа ночью, знаю, что меня ожидает, ехать вообще не хотелось в больницу. Вообще не хотелось. Думала, вот уже если в уморок упаду, тогда возите. Пришла на УЗИ, УЗИ-изда говорит, то есть вокруг матки, кровотечения, вот там туда-сюда. Говорит, едешь в больницу, ну, это сразу, тебя ложат на стол, с тобой даже не разбираются. Он смотрит на мои глаза, потому что это моя была бы четвертая операция. Он понимает, что мне не весело. Он говорит, ну, попробуй, попробуй пролежаться просто пару дней дома. Ну, возможно, есть такой шанс, что оно само рассосется. Бывает, что не рассасывается, бывает, гноится оно. Говорит, ну, попробуй. Первых два дня были боли, и я уже мысленно собирала вещи, и я понимала, что, наверное, все это так просто не обойдется. А вчера под вечер, мне, ой, в пятницу, мне стало лучше. Я понимаю, что, о, как бы еще не все так плохо. Прихожу в субботу на УЗИ, и говорит, ну, слава Богу, вот эта вот жидкость, которая была, она уменьшилась уже два раза. И он конкретно говорит, Бог тебя спас. Ну, то есть, потому что, говорит, там, в больнице, говорит, в хирургии тебя ждет, говорит, только ножи точит, говорит, для таких, как ты. То есть, слава Богу. И хочу вам сказать, что это не только слова, что Бог за нас рожается, это не только слова, что Он исцеляет, освобождает, помогает. Ну, это каждый из нас может пережить свои жизни. И слава Богу, вся слава Ему. Аминь. Я хочу два слова добавить. Смотрите, при том, при том светильном состоянии, она осталась с ребенком дома, Игорь взял старшую дочку и пришел сюда в пятницу. И мы здесь служили, славили Бога. Света просто написала в группе, что меня не будет по состоянию здоровья. Ну, как всегда, Господи, благослови, ты там, ты осветил, ты их поддержал. Игорь один знал, но я не знала. Я только вот сегодня, вот она свидетельствует, я узнаю, что было. Просто в духе помолились, что Бог, когда вы служите, делайте Божье дело, Бог делает ваше дело. И мне Бог напомнил один сон. Я быстренько о двух словах, вот про лодку. Когда мы согрешаем пред Богом, мы сразу что? Мы себя предаем анафеме, мы уже считаем себя недостойными приходить в церковь, в служение. Это было так в моей жизни. Я когда упала в прославление, я себя отделила полностью. Я сказала, мне прощения нет. Просто нет прощения. И я верю, что это Бог. Я знаю, что это многим будет очень большая помощь сегодня. Поддержка, чтобы не опускать руки. И мне снится сон, что я сижу в маленькой лодке и грибу. И говорю, Господи, неужели это все? И знаете, как я вижу большой корабль, я понимаю, что это церковь, и он уплывает. И я грибу со всех сил. И знаете, вот внутри, что я не успела. Все, я не успела. А я говорю, неужели это конец? И я верю, Дух Святой мне говорит, а что конец? И я открываю глаза, а я на этом корабле и грибу сижу. И грибу в лодке, и кричу, Боже, неужели это конец? Понимаете, если мы себя извергаем из церкви, мы говорим, что все, Бог так не делает. Он действительно борется за нас до конца. И он дает шанс, сколько бы ты раз не падал. Он дает возможность сегодня вставать и идти дальше. Присутствие Божьей. Присутствие Божьей. Присутствие Божьей. Просто реальное. Сегодня особенная пятидесятница. Боже, спасибо. Сегодня особенный день. Сегодня имя Божье прославляется через ухо Святого. Просто принимайте. Просто принимайте. Скажите, отец, я как ребенок, я принимаю. Как ребенок, я принимаю. Сегодня мне надо искрение. Я принимаю. Сегодня мне надо финансы. Я принимаю. Сегодня мне надо твоя дядя. Я принимаю. Сегодня мне надо твоя любовь. Я принимаю. Сегодня мне надо восстановление моей души. Я принимаю. Отец, я принимаю твое небесное особенное прикосновение. Просто сейчас, просто сейчас. Спасибо Дух Святой, потому что Он у Крешики, потому что Он Дух, который Духи Истины, которого Иисус пообещал, и который реально сейчас в нашей жизни действует, реально. Спасибо за Твою реальность, спасибо за Твою реальность, Господи. Принимайте исцеление, принимайте, принимайте, потому что здесь реальное присутствие Божие, реальное. Говорите, Отец, я отвечаю на Твою любовь, я отвечаю, я отвечаю на Твою любовь. Я отвечаю тем, что я, говорю, я принимаю ее, я принимаю, я ее беру просто с неба. Я сейчас беру ее просто с неба. Отец, спасибо, спасибо. Ты сказал, я не мерой даю Духа, не мерой, не мерой, не мерой. И мы, Господи, сегодня не верой принимаем, принимаем, Отец, за себя. Это просто единство человека с Богом через Иисуса, через Духа Святого единства. С тобой, Отец, спасибо, единство. Бог совершенный, Бог, Он совершенный, в Нем абсолютный шалон. Боже, я не могу просто сказать, Отец, я принимаю эту пожертвенную целостность. Я просто беру этот шалон верой сейчас, через Духа Святого. Я беру свою жизнь, я беру это верой. Отец, спасибо тебе, Боже, спасибо, драгоценный, Бог чудес. Просто ты, Бог чудес. Отец, Боже, ты просто Бог чудес. Боже, спасибо, сегодня, Боже, твои чудеса, которые ты просто льешь на свой святой народ. Которого ты сам выбрал для себя, который ты сам освятил для себя. Кровью Сына, кровью Сына, ты освятил, Боже, спасибо тебе, слава. Сегодня имя Божье прославляется. Сегодня, Господи, в каждом исцелении, в каждом освобождении, в каждом благословении имя Господа прославляется. Потому что Отец дал Духа Святого, дал Духа Святого. Каждый, каждый, никого не обошел, никого не обошел. Сегодня, Господь, твоя полнота, твоя полнота сегодня, Господь, в эту минуту, она сейчас, она не когда-то, она сейчас. Она реальная, она сейчас. Просто я беру, я беру просто эти потоки жизни с неба. Я беру эти потоки жизни с неба. Я беру, Отец, эти потоки жизни с неба. Спасибо. Спасибо, драгоценный. Спасибо, спасибо. Если ты Сына Своего отдал, ты сказал, я Сына Своего отдал за вас, то как с Ним не дарую вам и всех кровь? Отец, Отец, спасибо. Кровь Христа на посвятилище, она ходатайствует, а в каждом день и ночь, а в каждом день и ночь, кровь Христа на посвятилище ходатайствует. О прощении, об исцелении, об оправдании, Боже, спасибо, о жизни вечной и от каждого. Тихо, Дух Святой, спасибо, Небе. Это просто божественная полнота. Это просто божественная полнота, которую Отец дает в церкви, потому что, Боже, Он готовит невесту, невесту без дарма и порога для своего Сына. Боже, спасибо, Небе. Боже, сегодня происходит это освящение. Сейчас на луках святых происходит все естественным образом. Сегодня, Боже, спасибо Тебе, слава Тебе и Боя. Я вижу большой оркестр и хор такой собранный. И я вижу, как Бог, я знаю, что это человек, это Бог, он пришел, и он раздал инструмент. Но надо научиться использовать этот инструмент. Это инструмент ваше дарование, ваше служение. А ваше предназначение быть вот с этим дирижером. Он будет управлять кодом служения. Учитесь пользоваться инструментом, который Бог вам дает. У вас он есть. Даже если вы об этом не знаете, он у вас есть. Аллилуйя. Пришел дирижер, и зазвучала музыка. Пришел Дух Святой. И вы начинаете светиться, вы начинаете делиться. Я знаю, что у некоторых так много робостей. Вам как бы вы и смущаетесь еще. В свое время. Вы начнете делиться. Вы начнете звучать. Вы начнете отдавать. Вы начнете течь. Вы больше и больше будете владеть инструментом, который дал вам Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы знаете, во время этой песни мне шли такие слова. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духа. Когда в это время мы смиряемся перед Господом. И сокрушаем свои сердца, Господь приходит. Никогда мы сидим где-то в облаках питаем. Прославление это для каждого из нас. Это помощь наша, чтобы мы сокрушались перед Господом. Я всем призываю, закрушайте свои сердца. И Господь придет и презрит на нас. Аминь. 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 Спасибо. Значит, вот причастие. Пожалуйста, давайте мы присядем. Я хочу как бы нас сосредоточить на этом священодействии. Само причастие говорит оединение. Оединение тела, как внутри самого тела, и самое главное с Господом. Глава и тело. Одно целое. И я хочу снова нас вернуть в эту пасхальную ночь перед Пасхой, когда апостолы совершали сета, или порядок. Я хочу вам сказать, что, знаете, если говорить это традицией, то Христос был очень глубоко вовлечен в традиции, в иудейские традиции, как мы говорим. И на Седере, правильно говорю? Да. В Седере. Там было пять чаш. В нашей культуре христианской, современной, я ничего против не имею абсолютно. Она особенная, связана с временем, культурой, нашей национальной особенностью, историческим контекстом. В нашей культуре мы с вами общую чашу пьем, это третья чаша. Она называется чаша благословения. Но апостолы пили четыре чаши, я не буду сейчас их перечислять. Но пятую чашу никто не пил. Она называлась чаша Ильи или чаша гнева. Никто ее не пил. И вот Христос нам говорит вспоминать о том, что он выпил пятую чашу гнева. Я много думаю об этих вещах, потому что в этих деталях, потому что в них больше понятно, что происходит. И когда Христос, помните, в Иоаннском саду он говорит, Господь, может быть, есть путь не пить эту чашу. И никто никогда не пил. Может, есть другой путь? Нет другого пути. Если мы скажем, что это не важно, но мы видим, что Христос следует этим, скажем, традициям, это порядок определенный, это предписания, которые сложились на основании Слова Божьего, мы вспоминаем о нем, о том, что он пил пятую чашу. Но о чем это говорит? Бог не гневается. Чаша выпил. Бог гневается на тех, кто отвергает Христа. Никогда на народ Божий, на детей Божьих, нет гнева. Его нет просто. Есть воспитательный процесс, есть последствия, но не гнев. Я скажу так, есть воспитание по духу, в котором Бог нас воспитывает, но не гневается. Это очень важный аспект. Что мы должны? Мы тоже должны побороть гнев в своей жизни. Это очень важно для нас. Потому что мы не принимаем от него этого. И гнев должен умереть. Вражда, ссоры, все это надо умерщвлять. Удалять. Это нас здорово может тормозить. И мы с вами имеем Божье благословение. Мы имеем благословение. Это не повод расстраивать Бога своим поведением безответственным. Нет. Мы не об этом поговорим. Поэтому мы пьем вот эту чашу благословения. И мы понимаем, что нам принадлежат обетования Нового Завета. Обетования всей Библии. Новый Завет в себе сосредоточил все обетования Библии. Написано, что он есть ходатай Нового Завета. Чтобы мы с вами получили обетование. То есть, я верю, что когда мы приближаемся и устремлены к единению. Когда мы с вами стремимся выражать любовь. И проявляем снисхождение и прощение. В отношении ошибок и грехов людей. В отношении к нам. Хочу вам сказать, наша жизнь становится другой. Она меняется. И мы с вами меняемся. Я думаю, что вся наша сила. Есть такое понятие синергии, когда сила объединенная и умноженная. Она в нашем единстве. Когда мы в теле. Когда мы одно. И наше благослужение мы будем стараться. Я до конца не знаю, как это будет выражено. Стараться проводить в таком вот, таким образом. Когда мы все с вами делимся. Когда мы все с вами участвуем в служении. И поем. И проставляем. И делимся тем, что Бог нам дал на сердце. Или пророчествуем уже. Когда мы посмелее становимся. Но такое служение обогащает. Вы все это чувствуете. Вы все участники. Вы не присутствуете на собрании. Вы участвуете и творите само собрание. Какое оно будет? Связано с вашим действием. С вашим участием. С вашим посвящением. Поэтому мы с вами принимаем тело и кровь Христа. Так как мы одно целое. Нет разделений. Оно не делится. Все имеет союз. Хотя мы разные. Но все имеет единство. Гармонию и целостность в Боге. Аминь. Давайте скажем. Господь. Благодарю тебя. Благоставляй этот хлеб. Называй его телом Христом. Благоставляй сок виноградной лозы. Это и скромет из-за Христа правитая за меня. Господь. Соедини нас в одном. И дай нам силу твоего духа. В нашем единении с тобою. В единстве. Во слову твоему. Аминь. Мы принимаем творительный кровь. Соедини нас в одно целое. Благодарю тебя. Иисуса Христа. И любовь Бога Отца. И общение Святого Духа. Та, который будет с нами. Аминь. Ваши семьи. Да сохранит вас Господь. Да защитит. Да избавит от всякого зла. Да озарит вас светом лица своего. И дарует вам шалом. Мир Бог. Аминь. Аминь. Идет. Переврируйте. Тихо. Продолжение следует...